Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, и мы с вами продолжаем в ежедневном формате говорить о ситуации внутри Украины и за ее пределами. И всегда, даже знаете, во время военных действий, во время кризиса и в очень сложные времена находятся люди, которые ездят или же летают отдыхать. И в этом сезоне Турция, несмотря на войну в Украине, собирается принимать украинских и российских туристов. Прогнозируют, конечно, что поток этих самых туристов и желающих отдохнуть будет меньше, чем в мирные времена, и это понятно абсолютно. И на эту тему я уже выпускала видео, мы там обсуждали с вами, как русские и украинцы в Турции, в Египте находят или же не находят между собой общий язык, и как с этим всем справляются курорты. В этом видео мы с вами обсудим несколько моментов, поговорим о том, действительно ли, как писали в СМИ, отменят бронирование на это лето для россиян в некоторых отелях, кого больше ждут, скажем так, на турецких, в первую очередь, курортах, и, собственно говоря, что будет с ценами. Разбираемся. Недавно была новость об отмене бронирования от российских туроператоров из-за санкции против России, но на самом деле эта информация не точная, а речь шла о конкретном частном случае. Как сообщила газета, название которой выглядит вот так, но я, честно признаюсь, боюсь его произносить, со ссылкой на письмо финансового менеджера Тантур Тревел, турецкий представитель туроператора Туи Тантур разослал письмо отелям, в котором якобы требовал не размещать российских туристов в тех же отелях, где будут жить граждане из стран Прибалтики. Сообщалось также, что отказаться от работы с россиянами требовали индивидуальные путешественники из Европы. При этом ранее власти Турции и местный туристический бизнес подчеркивали, что не станут делить туриста по национальному признаку и кому-то бойкоты объявлять не будут. Позже выяснилось, что это письмо от Туи Тантур, я надеюсь, я правильно произношу, потому что я не спец, как говорится, в турецком, как и те люди, которые неправильно перевели с этого языка письмо. Среди клиентов этой организации было три юридических лица, как писалось, российского происхождения. У всех этих трех организаций есть общий владелец. Он россиянин, который попал под санкции Евросоюза в связи с войной в Украине. В обращении к отельерам Туи Тантур сообщил, что получил от всех этих трех компаний предоплату за размещение гостей и эти деньги переведены на счета отелей. Однако ему придется заморозить эти деньги и приостановить все операции по контрактам с этими фирмами, конечный бенефициар которых попал под санкции. Туи Тантур назвала сложившуюся ситуацию форс-мажором и допустила возможность либо отзыва предоплат, либо переноса на другой сезон, скажем так. Эти самые три компании работали не только в России, но и в странах Балтии. А эти юрлица с конечным бенефициаром россиянином, туристические компании, работали не только в России, но и в Прибалтике. Поэтому в равных условиях в данном случае оказались и жители Прибалтики, которые пользовались услугами этих компаний, и россияне. И какого-то отдельного требования по отмене бронирования для россиян на самом деле не было. Более того, в Турции, где, кстати, обычно больше всего в сравнении с другими странами именно российских туристов, даже в прошлом ковидном, помните, была пандемия коронавируса когда-то, году российских туристов Турции отдохнуло в пять раз больше, чем украинских. А в этом году для них готовят для россиян спецрейсы. Организации всего этого процесса еще занимаются, и насколько я понимаю, и об этом пишет турецкая газета, но опять же таки, надеюсь, мы правильно все переводим. Специальная компания, которая получила название South Wind, то есть Южный ветер, будет заниматься перевозкой россиян на турецкие курорты. Ранее ходатайство о создании такой авиакомпании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции. Турецкая газета, надеюсь, правильно произнесу Сабах, написала, Для увеличения турпотока из России обсуждалось и создание новой авиакомпании. Министерство транспорта, инфраструктуры, Министерство казначейства и финансов приступили к работе над этим проектом. Компанию планируется создать в Анталии. Она будет заниматься исключительно перевозками туристов из Российской Федерации в Турцию. Ожидается, что на первом этапе компания South Wind будет эксплуатировать 5 больших таких Airbus-самолетов. Начнет работать эта компания в конце мая и в планах у них перевезти около миллиона россиян. Также, по словам министра финансов Турции, все больше компаний готовы принимать для оплаты услуг российскую карту МИР. Потому что, как вы помните, на территории Российской Федерации виза и мастер-карт не работают. Впрочем, турецкие эксперты пророчат отмену бронирования и отток как россиян, так и украинцев. Глава турецкого МИДа в эфире телеканала CNN Turk заявил, «Мы ждали 7 миллионов российских туристов, но из-за известной ситуации теперь наши соответствующие ведомства ожидают 3,5 миллиона. Конечно же, проблемой будет осуществление полетов». Также он добавил, что для перевоза с территории Российской Федерации российских туристов турецкие авиалинии могут увеличить количество чартерных рейсов. Тем временем в Анталии сезон уже как бы стартовал. Но пока туристы едут из Европы, а россиян и украинцев ждут где-то с конца июня, в самый разгар сезона. Отели, в которых в основном принимают российских отдыхающих, еще даже не открывались, и когда они будут открыты, пока неизвестно. Такое заявление местным СМИ сделал президент Ассоциации туристических инвесторов района Манавгат. Но опять же таки, несмотря на, как они сами выражаются, сложившуюся ситуацию, к открытию сезона турки все же готовятся с учетом новой реальности. Звучат негласные, скажем так, рекомендации, о которых мы, кстати, говорили в одном из наших блогов, по возможности разделять в общих пространствах украинцев и россиян во избежание конфликтов. В Египте это уже сделали после начала войны в Украине. Допустим, там завтракают и обедают россияне и украинцы в разных помещениях, скажем так. Сотрудник туроператора из Анталии Серкан Тунджа рассказал нашему изданию, в отелях усиливают охрану, а дальше будут смотреть по ситуации. Если будет очень напряженно, попробуют рассаживать украинцев и россиян в разные залы ресторанов. Но на практике разделить гостей непросто. Рестораны, пляжи, анимации – это общие зоны отдыха. И кто будет следить за разделением – неясно. Остается только надеяться, что драк не будет. До войны украинцы и россияне уживались мирно. Даже вместе пели в караоке, вместе ездили на экскурсии. Теперь гиды будут стараться не сажать их в один автобус. Также возможен рост спроса на отели без русских. Такая опция для украинских туристов появилась пару лет назад. То есть дело идет, судя по всему, к тому, что русских и украинцев просто не будут селить рядом. Или в одни и те же отели. А что касается цен на отдых, если кто-то, несмотря ни на что, всегда отдыхает, то скидок ждать не стоит. Туристическая отрасль еще не оправилась после потери за пандемию. Поэтому стоимость туров снижать не будут. Кроме того, Турция переживает рекордную инфляцию в 50% с падением нацвалюты. Цены на туры по-прежнему будут прописаны в долларах. В среднем недельный отдых в пятерке обойдется в 1200 долларов на двоих. Массовых отмен из-за войны и санкций нет. Но и новых бронирований заметно не прибавилось. Говорит нам все тот же Тунжа. Вот такая информация, друзья мои, вам к размышлению. Есть же, согласитесь, такие люди, вот у меня знакомые точно есть, которые, несмотря пандемия, война, да хоть, я не знаю, конец света, у людей отпуск, они там забронировали себе all inclusive, сели и поехали. Ну, вот, да, есть такие люди, что уж поделать. В общем, на этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Надеюсь, эта информация была для вас полезной, ну, как минимум, интересной. Сегодня мы еще с вами, конечно же, увидимся снова. Не забывайте подписываться на наши каналы Страна.юэй. Ясно, понятно. И телеграм-канал Политика страны, ибо там всегда больше интересной информации для вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok